Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Дома как опасность, а байские разбитки продолжают наводить страх на местное население. В Караганде прошел первый молодежный форум. Народный ансамбль Дома культуры глухих не может отправиться на фестиваль в Болгарии. Дома как опасность, а байские разбитки продолжают стоять и наводить страх на местное население. Жители Абая неоднократно обращались в местные исполнительные органы. Чиновники обещают, пустующие хрущевки снесут или приведут в порядок. Но по сей день в городе нет никаких изменений. Проблемы разбиралась Мирамгут Салкимбаева. Видела, ходили обувь оденут из дому такие, вот как бахилы эти, а туда пройдут уже, снимают, меняют. Никакого внимания к нам нету. Вот выходим в грязи полностью, как будто мы не люди. Уважаю Акимат, обращение нашей улицы уделяет вам внимание, чтобы вы на нас уделили внимание, чтобы наша улица была немножко хоть починена и сделана, чтобы мы ездили здесь потихоньку. И дети ходили в школу, и со школы возвращались нормальненько. А то не по колдобинам этим, и не по ямам. А то не ровен час, они попадут в какую-то яму, и будет неприятности. И никто, ни асфальт, ни этот, никто ничего внимания не обращает на наши. Там прорвется, там прорвется, а еще весной тем более. Дети не могут ходить, они обходят все. Об этой проблеме мы рассказывали весной прошлого года. Еще тогда первые руководители города Абай обещали устранить проблемы в самое кратчайшее время. Однако прошел год, а беспорядок в городе продолжает провоцировать местных жителей. Конечно, дети в школу ходят. У меня ребенок ходит в первый класс. Ну, мне не хотелось, чтобы мой ребенок ходил через разбитые дома. Дороги, конечно, желают лучших, конечно, сделать их надо, просветить, просветить здесь все. Дорожки везде, все остальное, все везде. Не только центральные. Тут аж страшно, что ходить. Ну, вообще, я бы не хотел, чтобы были разбитые дома здесь. Ну, дорога тоже не важная, у нас очень грязная дорога. Потому что везде вот эти всякие ямочки. Плохие дороги, открытые колодцы. Эти немаловажные вопросы представители местной власти решили наполовину. Акиматчики утверждают, что дороги отремонтированы везде, да и все колодцы они закрыли. Однако, если пройтись по переулкам города, то можно увидеть, что изменений никаких нет. И это не последняя проблема, о которой забыли местные власти. Число разбитых домов перевалило за шестой десяток. По словам жителей, такие брошенки дети превратили в место для игр. Хуже того, что там частенько происходят убийства. Напомним, в феврале этого года в одном из разрушенных домов нашли тело 19-летней Оружан Мусаевой. Эта история шокировала всех жителей. А вот Аким города Абай по неизвестной причине стал опровергать слухи. Ну, нету факта. Вы докажите тогда. Вот вулкану, да? Ну, беспочвенно эти я не собираюсь обсуждать. Убирать развалины начнут с 15 апреля. Так утверждают представители местного Акимата. Провели экспертизу. Экспертиза подтвердила, что она негодна для восстановления. В данный момент по программе моногородов у нас в этом 13-м году планируется демонтировать 16 домов. Конкурсные процедуры прошли, подрядчики определились. С 15 апреля начнется демонтаж пустующих домов. Подсчитывая жалобы Абайцев, город можно по праву назвать одним из самых проблемных городов-спутников шахтерской столицы. Когда решится букет проблем, неизвестно. В Акимате, как всегда, обещали помочь. Мирамгус Алкимбаева, Тулиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде прошел первый молодежный форум, который собрал сотни участников, представителей активной творческой молодежи, а также почетных граждан шахтерской столицы. Здесь рассказали и показали жизненные истории карагандинцев, которые являются ярким примером единства судьбы страны и ее гражданина. На форуме побывала Нурила Туржан. Данный форум в шахтерской столице проводится впервые. Его участниками стали ученики, студенты, ветераны, представители молодежных организаций и политических партий, а также люди, которые внесли весомый вклад в развитие своего региона и независимого Казахстана в целом. Основная цель форума – это, конечно же, еще раз ознакомление с историей становления Казахстана и региона города Караганды. В рамках форума карагандинцам представилась возможность еще ближе познакомиться с историей своей родины. Само мероприятие проходило в два этапа. Первым делом участники форума посетили книжную выставку библиотеки имени Гоголя. Там можно было увидеть сборники редчайших книг, а также труды первого президента страны. Мы смотрели очень редкие издания книг, где можно проследить всю историю развития данного региона и развития независимого Казахстана. Сейчас в Краеведческом музее тоже можно наблюдать полностью историю становления города Караганды. Второй этап форума проходил во Дворце детей-юношества, где участники и организаторы мероприятия обменялись мнениями, а после приняли резолюцию форума. На торжественном собрании побывал и Аким Шахтерской столицы Мирам Смогулов. Уважаемые карагандинцы и гости города, приветствую вас на городском форуме «Судьба страны. Моя судьба». Нам с вами выпало счастье жить в поистине унылое и уникальное время, стать свидетелями становления нашего суверенного государства и того грандиозного успеха, которого достигла казахстанская нация. Нурилат Уржан, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Время рекламы, она пройдет быстро, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Народный ансамбль жеста, мимического пения и танца Карагандинского дома культуры глухих получил приглашение на участие в болгарском фестивале «Белая роза». Это серьезное событие в жизни творческого коллектива. Но возможность показать свое мастерство на международном фестивале пока под вопросом. Сергей Высокосов узнавал почему. В этом году народному ансамблю жеста, мимического пения и танца исполняется 25 лет. Он интересен не только своей творческой направленностью, но и тем, что в ансамбле занимаются люди, слабо или не слышащие вообще. Каждый выход на сцену для них сродни подвигу. Надо мужественно перебороть свою естественную боязнь, что тебя могут не понять. Еще надо создать сценический образ, который был бы воспринят любым зрителем. В Доме культуры три народных коллектива и образцовая студия изобразительного искусства. С выставкой художников, посвященной Дню юмора, может ознакомиться каждый желающий. Она находится в фойе Дома культуры. Несмотря на свой недуг, люди, приходящие сюда, воспринимают мир своих друзей с достаточной долей юмора. Поездка в Болгарию может стать стимулом для развития творческих способностей у людей, которые лишены возможности слышать. Из бюджета выделены средства, но их не хватает, чтобы полно и достойно представить карагандинский коллектив. Мы решили показать свой коллектив, народный ансамбль жестов, мимического пения и танца. Программа, конечно, очень такая у нас интересная. Хотим представить такую танцевальную композицию «Дружба» и казахский танец «Акку». И также участие вот этих наших исполнителей жестов и песни. Состав у нас где-то 15 человек. О том, что участники художественной самодеятельности просто мечтают попасть на этот болгарский фестиваль, и говорить не приходится. Он здесь работает в Доме культуры глухих. В ДК глухих работаю 29 лет. В Клоунаде 25 лет выступаю. Первый конкурс был в Кастанае. Гран-при получили. Второй в Паладаре, тоже гран-при. На Международном фестивале для глухих в 1993 году стали дипломантами. Мы ходим поездку в Балкарию, чтобы участвовать, показать участники, посмотреть разные участники, обменять опытом, чтобы друзья были. Слышащим сложно понять чаяния людей, которые воспринимают мир без звуков. И как им хочется, чтобы их услышали, поняли и приняли в обществе здоровых сверстников. Великий дар слышать мир. Шелест лиц, шелест лиц, плач ребенка. Закройте уши, и вы поймете, каким богатством вы обладаете. Так давайте будем помнить о том, об этих людях, которые лишены этого счастья. В этом году 50-летие отмечает и Дом культуры глухих в Караганде. За это время тысячи людей получили в этих стенах возможность самовыразиться. Нашли здесь понимание и восстановили нормальные здоровые отношения с окружающим их миром. Они играют в спектаклях, поют, танцуют. Мир расширяет свои границы и краски для них. Болгарский фестиваль может стать одной из возможностей показать себя и свой регион на международном уровне. Мы не отчаиваемся, мы ищем спонсоров, обращаемся к многим нашим. Это не секрет, конечно, что у нас на сегодняшний день есть много таких богатых людей. Я думаю, что этим людям не будет безразлична судьба наших инвалидов. И может быть, все-таки по мере своей возможности они нам помогут. Сергей Высокозов, Евгений Афанасьев, Первый, Караганинский. Увел из-под носа. Накануне безработный карагандинец угнал с автостоянки «Жигули». Следственная оперативная группа Кировского отдела полиции сработала оперативно. В короткие сроки легковушку вернули законному владельцу. 3 апреля в Кировский отдел полиции обратился 23-летний местный житель. Он заявил, что с автостоянки неизвестные угнали его в автомашину. Полицейские по горячим следам задержали 22-летнего безработного молодого человека, который позже дал признательные показания. Автомашина в исправном состоянии возвращена владельцу. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело. Неплательщиков на обозрение. Теперь списки нерадивых папаш, уклоняющихся от алиментов, будут висеть в торговых домах и на остановках Караганды. В департаменте по исполнению судебных актов утверждают, что только за первый квартал 2013 года с должников было взыскано около 12 миллионов тенге. В то время как на исполнении в департаменте находятся около 20 тысяч документов. В послании народу Казахстана одним из важных вопросов является ужесточение наказаний за преступления, направленные против материнства и детства. В целях эффективного исполнения поручений был разработан план мероприятий. Со слов судебных исполнителей, за первый квартал текущего года с должников было взыскано 12 миллионов тенге. На исполнении в департаменте находится около 20 тысяч документов. Сейчас по Карагандской области выплачиваются алименты более 19 тысячами отцов, которые оставили своих детей. Но из-за этого количества у нас более 3 тысяч, которые полностью отказываются выплачивать алименты. Это фактически у нас получается, если как минимум по одному ребенку, то 3 тысячи детей у нас сейчас находятся без средств к существованию. Карагандинские судоисполнители выйдут в народ и проведут разъяснительную работу с населением. Также в плане мероприятий проведение семинаров, круглых столов и акций с привлечением органов исполнительного производства. Мирамгус Алкимбаева, Боржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Тесное взаимодействие школы, семьи, вузов и общественности. Вот та новая модель системы образования, по мнению специалистов ресурсных центров Караганды. РЦПО уже не первый год успешно профессионально ориентирует старшеклассников к дальнейшему получению специальности по душе и призванию. О работе ресурсных центров расскажет Мирамгуль Салкимбаева. В свете программы президента социальной модернизации Казахстана «20 шагов к обществу всеобщего труда» необходимо воспитание личности в открытой социальной среде, тесного взаимодействия всех воспитательных структур общества. В ресурсном центре профориентации формируется единое образовательное пространство «Школа-колледж-вуз-производство». По словам организаторов, данный центр накопил определенный опыт работы с сетевыми школами и социальными партнерами в статусе республиканского эксперимента. И сегодня необходима разработка такого механизма сотрудничества с социальными партнерами, который бы дал возможность подготовить учащихся не только к выбору своего профиля, но и также будущей профессии. И такой механизм прорабатывается нами в социальном партнерстве с ведущими вузами нашего региона. По результатам обсуждения докладов, специалисты ресурсного центра приняли несколько решений, в том числе на основе договорных отношений с ведущими вузами и социальными партнерами использовать их кадровый потенциал и материально-техническую базу. Миром Гусал Кимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. О новостях спорта Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Alugal. В Караганде стартовал чемпионат области по плаванию. В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов. Помимо карагандинцев на областные заплывы прибыли спортсмены из Тимиртау, Садпаева и Сарани. На этих соревнованиях участвуют ребята не сильный состав, а второй, третий. Так как первый состав сейчас на сборах, готовится к Кубку Республики Казахстан, который будет проходить в Тимиртау в ближайшее время. Но ребята показывают очень хорошие результаты. Вчера выполнили кандидаты мастера спорта на эстафете 4 по 50 вольным стилем. Финал соревнований и торжественная церемония награждения пловцов запланированы на субботу 6 апреля. Соревнования проходят пока не все хорошо. Занял третье и второе место. Эти соревнования проходят отбор на город Астану. В городе Астана будет проходить чемпионат Казахстана. Это наш основной старт в этом году. В Караганде завершилось первенство области по дзюдо среди молодежи. Спорткомплекс «Дзюдо Азия» принимал на своих коврах будущих чемпионов 93-го и 94-го годов рождения. В соревнованиях принимали участие более 120 спортсменов со всех регионов области. Из них 78 представителей Караганды, 10 из которых стали победителями в своих весовых категориях. Среди представительниц прекрасного пола стоит отметить Айханым Торигожину, которая стала лучшей в весовой категории 48 килограммов. В мужской категории победителей больше. Юлдос Кайсар, Евгений Живо, Маулен Абельхаир и 6 других юных чемпионов поднялись на первую ступень пьедестала. Итоги недели подведет мой коллега Анвар Шаликенов. Уже завтра в 20.30 в эфире Первого Карагандинского смотрите аналитическую программу Орталык. Я напоминаю телефон новостной службы Первого Карагандинского 42 06 49. Звоните и делитесь интересной информацией. Приятных выходных. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин